Всем привет из Польши, из Катовицы. Сейчас как раз такая погода, когда уже вроде не холодно, но и не тепло еще. Конец марта, в принципе начало недавно, только было буквально несколько дней назад в Польше, было начало объяснение, календарное именно такое по сути. Но при этом, конечно, такая погода, когда ты уже понимаешь, что вот-вот будет тепло. Но вот это вот-вот может длиться довольно долго, иногда, может и месяц еще быть. Но уже, не сказать, что сильно холодно, и все равно хочется уже пойти прогуляться. И пришел сегодня в парк, это парк Костюшка, который находится очень недалеко от центра. Наверное, самый близкий к центру парка. Потом часто говорят, что вот если кто-то живет в центре Готовицы, то это прекрасный вариант, чтобы пройтись, продышать там воздухом, посмотреть на зелень. И он не мелкий, честно говоря, он такой довольно просторный. И буквально там 15-20 минут пешком, и можно из центра до него добраться. Причем, когда я сюда ехал, я думал, что я в этот парк приезжаю во второй раз в своей жизни. Потому что, ну, я точно помню, что я был здесь прошлым летом. Но уже гуляя, наверное, минут через 15, как я только сюда добрался, я вспомнил, что я здесь был и был в году в 15-м. У меня была поездка на велосипеде по Польше. Я объездил тут, наверное, тысячу-полторы-две километров именно на велосипеде по этой стране. И в том числе я был в Катовице, останавливался здесь пару ночей. И как раз-таки здесь, по этому парку, я даже ездил и смотрел какие-то места. Но у меня полностью вышли, что это из головы. Только сейчас вспомнил. Хотя, как раз-таки, приезжая сюда, я еще остановился на велосипеде. И тут мимо проезжала велогонка. Это был тур Польши, который каждый год проходит в Польше. Довольно такая крупная велогонка. И впервые в жизни я увидел, как она проходит вживую. Причем так получилось, что они еще, ну, крути наматывали. Я увидел весь пилотон раза в три или четыре. Это было интересно, как выглядит это. Ну, не сказать, что изнутри, что я не участвовал в этой велогонке, но хотя бы вживую. Это совсем другие ощущения по сравнению с тем, как можно посмотреть по телевизору, увидеть это на камере. Вот вживую это очень интересно. И если где-то рядом с вами тоже будет проходить велогонка, я очень рекомендую. Но вернемся к парку. Парк запомнился довольно так, мозгами еще с того времени. Но сейчас уже совсем другие эмоции. И действительно приятный парк. Об этом парке часто говорят, как о таком парке, куда можно прийти, чтобы не было много людей. Потому что в том же парке Штенском, который вообще, он официально находится не в Котовице, а в Кожеве. Но это не так важно, потому что границы тут часто трудно разглядеть между городами в агломерации. Так вот, там летом может быть очень много людей, народу, даже при том, что он огромный действительно парк. А здесь говорят, что даже в празднике можно приходить, и много людей не будет. То есть отдохнуть как-то так, одному побыть, скажем так. И во многом из-за того, что тут немного каких-то заведений есть, или еще чего-то. Да, я нашел себе кофе, тут есть пару кофе, но они так сбоку, в основном от этого парка, а когда ты гуляешь, ты особо никакой коммерции не видишь. Ну и вообще развлечений тут особо нет. Но при этом, казалось бы, еще не так-то и тепло. Конечно, может, дома все засиделись за зиму, но сейчас гуляет немало людей. Да, сегодня воскресенье, поэтому по всех выходной все могут прогуляться, но я когда ехал сюда, я ожидал увидеть намного меньше людей. если будем честны, то когда я был летом, в прошлом летом, и это был будний день, действительно, ну почти никого не было. Так что, я думаю, если не в воскресенье сюда приходить, то можно насладиться тишиной и спокойствием. Но люди здесь тоже есть. Конечно, это не настолько загруженный парк, но тоже со своей жизнью. Субтитры сделал DimaTorzok В этом самом парке тут, да, нет каких-то кафе, нет каких-то громких развлечений, но все равно это так, но детская площадка здесь очень крутая, гуляешь рядом и думаешь, да, это та детская площадка, которую в детстве я бы, наверное, вообще посещал каждую неделю, если еще не чаще. А да что там, говорит детстве, ну и сейчас приятно залезть на некоторые деревянные конструкции, которые здесь не только для детей, но в принципе, на некоторые могут и взрослые залазить, и выглядит красиво, классно и интересно, и при этом сделан довольно естественно. При этом и сам парк, он еще такой с рельефом, то есть тут есть холмистая такая местность, и прогуляться красиво. Тут еще и Забеди устраивают раз в неделю, парк Ран, насколько я понимаю, это Забеди, которые делают по всему миру, но вот в Катрице, этот парк Ран, он проходит по субботам, тоже в этом парке, поэтому, наверное, вот те фразы и репутация этого парка о том, что здесь мало, что можно делать, она, наверное, не совсем правильно будет так сказать, скорее он более тихий и спокойный, но тоже чем заняться здесь хватает. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В парке расположена также и церковь, костел, по-моему, архангела Михаила, и это как раз-таки деревянная архитектура, которая в Польше есть в разных частях, да, понятно, что подобных сооружений здесь не так много, это конкретно эта церковь, она построена в 1510 году, была впервые, причем, но она не была здесь, она была перенесена сюда только перед Второй мировой войной, но находилась тоже в этом регионе, и ясное дело, что их не так много осталось, сохранилось, но это уже далеко не первый объект деревянной архитектуры, который я увидел в Польше, за ними здесь ухаживают, они в хорошем состоянии, и это интересная часть этого государства, да, вообще поедет сюда, потому что все равно есть такой особенный свой колорит в деревянной архитектуре, больше всего, конечно, это церкви, костелы, но есть и другие объекты, как, например, в Клевице, тоже есть ролик про Клевица, там самая высокая деревянная конструкция Европы, или вообще даже деревянная вышка, по-моему, мира, а конструкция деревянная в Европе, тоже очень своеобразно выглядит радиовышка, которая полностью из дерева построена, но можно найти и те же костелы, например, даже на входе в данную церковь тут висел стенд, который говорил, что тут рядом в агломерации еще два красивых костела находятся деревянных, и они вот как-то всегда какой-то вот другой дух передают, и по-своему, не знаю, даже для меня как-то немного и сказочно выглядит. Такой получилась воскресная прогулка, честно скажу, когда я шел сюда, у меня были несколько отрывистые такие воспоминания об этом парке, я много и не ожидал от него, и я не знаю, каким получится этот ролик, потому что все равно, всегда, когда снимаешь, ты отчасти только понимаешь, получится хороший материал, или более обычный такой ролик выйдет, но по своим ощущениям, просто от посещения этого парка, я очень доволен. Здесь действительно оказалось классно, здесь тихо, спокойно, но провести несколько часов здесь, пройтись и просто наслаждаться природой, это не то, что возможно, это стоит сделать, и это классная точка на карте Катовицы, так что подписывайтесь на канал, комментируйте, поддерживайте канал, и увидимся уже в новых роликах, всем хорошего дня!